Всем привет, друзья! В общем, я думаю, что к этому моменту вы, наверное, уже видели все вот эти вот страшные кадры трагедии, обрушения крыши самого здания спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге, где погиб один человек. Давайте, наверное, обсудим эту тему, но не конкретно, допустим, этот случай, а вообще то, что предшествует этому. Ведь это не единичный случай, он и не происходит, допустим, только в России. Но такие случаи были и в Германии, обрушение моста, и на нем работали рабочие. Также было обрушение кровли здесь, вот в этом районе, где находится школа, где учится моя дочь. Тоже неизвестно там, что было с рабочими. Последнее то, что случилось, это сначала на одном предприятии в Ормсе зажало парня на рампе, его срочно доставили вертолетом в больницу, и ничто дальше не угрожает его жизни, да. А вот в каком-то другом городе, там тоже человек был зажат между рампой и грузовиком, но он умер. Вообще в Германии смертей на рабочем месте сравнительно немного, но они все равно существуют. И, конечно же, этому предшествуют некоторые события. Я думаю, что это как раз таки они, вот, я не знаю, можете считать это какой-то теорией, может быть это, но просто-напросто, вот живя в Германии, наблюдая, как меняется рабочий рынок, я прихожу к такому мнению, что это и есть те самые вот первые импульсы, которые потом приводят к таким трагедиям. Какого рода, об этом я говорил в своих видео и сейчас тоже повторю, что в погоне за длинным рублем сокращение, а как этого добиться, или вы увеличиваете производство, ищите дешевое сырье, в общем, вы должны быть, я не знаю, там, удачливым человеком. Но в основном, в основном, в большинстве случаев это достигается тем, что сокращается рабочий персонал, да, чтобы достичь какого-то, я не знаю, большого, допустим, большой прибыли, да, или сверхприбыль получает практически каждая ферма, да, вот, но небольшой процент. Ну, чтобы, допустим, получать сверхприбыль, да, этот объем работы, который есть, он выполняется меньшим количеством рабочих. Вот посмотрите, трагедия над Бодензеей, которая на старом канале, я об этом говорил, мы были там, на этом месте, я снимал, вспоминал, делал, ну, видео, сейчас его нет у меня, друзья. Вот, что там произошло, как один человек мог остаться на пульте управления полетами над этой территорией, да, которая там базировалась, это Sky Guide, кажется, она так называлась, в Цюрихе, да, вот этот вот рабочий диспетчер Петер Нильс, которого Калоев, Виталий Калоев убил. Как он мог оказаться? Ведь раньше там работало больше рабочих. Ну, вот, как-то вот пришло в голову о том, что, ага, могут, допустим, заниматься, допустим, там, не валять дурака, заниматься один диспетчер вместо трех, или вместо четырех там два диспетчера. В общем, посокращали везде. И вот, с этого момента это пошло. Вот я когда приехал, казалось бы, еще нормально, да, для фирмы. Потом произошло какое-то, я не знаю, изменение. И все, и пошло, и поехало. И начало все меньше, и меньше, и меньше. Может быть, знаете, в Германии чуть-чуть позже к этому пришли, да, но в других странах, может быть, раньше. Вот почему, допустим, на этой фирме. Вот, также борьба там что-то была за вот это пространство, кто будет контролировать. Или компания SkyGuy, или та, которая находилась в Карлс-Рое. Да, диспетчерская вышка. Вот, короче, неразбериха. А попытались, попытались переложить вину сначала на пилотов. И об этом немецкие СМИ об этом писали. Что якобы старые советские самолеты, которые используют русские, пьяные пилоты. А потом нет всех вот этих вот аэронавигационных приборов, предупреждений и так далее, и тому подобное. Вот, а то, что диспетчер не мог их развести, хотя автоматика сработала на то, чтобы, допустим, развести, одна из них говорила, что вниз, другая вверх, но диспетчер внес неразбериху, за что вот поплатился собственной жизнью. Но не он виноват, видите. Вот в этом случае с обрушением кровли, сейчас все, кто вышестоящие начальства, наймут адвокатов, они начнут говорить, что нет, он подписал всю технику безопасности, получается, он нарушил. А то, что его, не то, что это, предложили. Вот как говорят, предложили. Да нет, друзья, не предложили. Дело в том, что тебя негласно начинают, ну как, прессинг, да, прессинг, ты испытываешь на себе прессинг. Какого рода? А тебе может сложиться плохое впечатление, шеф будет тобой недоволен, соответственно, это может сказаться на твоей зарплате, да. У рабочего, у него как бы прав очень-очень мало. Соответственно, многие на всех предприятиях, зная, что вот по технике безопасности это делать нельзя, они все равно делают. Потому что это время, это деньги, это выполнение заказов, да. Рабочий, он как бы вынужден это делать, да, хотя все, он все бумаги подписал, и начальство знает. Но в то же время, ага, как бы дает тебе намек. Если ты вот так вот делать не будешь, значит, у тебя не будет никакой там перспективы. Что остается делать? Конечно, принимаются такие решения, которые могут привести к таким трагедиям. Но изначально, изначально надо-то лечить не последствия, а надо лечить причины. Погони вот это вот, все куда-то гонят, все быстрее, быстрее. Вот у нас, допустим, на старой моей фирме несмертельные случаи, которые происходили с рабочими, они были вызваны только одной причиной. Это большая, большой объем работы, переложено, допустим, с трех человек на одного человека. Это постоянно B-Trips Rat разрешает длительные смены у Берштунды. Вот, и мы какое-то время даже забыли, когда мы работали по 8 часов, в основном по 10. Люди просто-напросто, из-за того, что они находятся в этом замкнутом пространстве, не попить, не поесть, не отдохнуть, вообще ничего, постоянно работать, они теряли сознание. У нас несколько раз было, ну, типа, как шлаканфаль, что ли, вот, человек лежит там, дергается, весь такой, вообще непонятно. Да, или один залез на этот, Крайслауф. Вот Крайслауф, это когда резко, допустим, кровь, да, отливает от головы, и человек теряет сознание кратковременно. Вот, но это все из-за чего? Из-за того, что большой объем работы, в субботу вы работаете. Вот, фирма пытается, как его, заработать на этом сверхприбыль, а никаких предпосылок для этого не было. Ведь я говорил, что у нас, допустим, какие были условия. Есть заказ, который поступает на целый день. Можно было двумя сменами их выполнить. Но дело в том, что другая смена, ой, другая смена, фирма, на которой мы работали, они сказали, что если вы сделаете быстро заказ, то мы вам будем платить, там, на 50 тысяч в месяц больше. Конечно, эти деньги оставались в фирме, да. Но, что наша фирма, как они сделали? Вот, они сделали так, что ввели ляйстинг. Ввели ляйстинг, да. Вам нужно было на определенное количество, ну, на одного человека определенное количество пакетов сделать. У нас запаковывали компьютеры. Если мы делали, допустим, там, 32, то норма все выполнялась. И фирма получала премию. Если выходило меньше, то премию не получали. А как подсчитывали? Вот у нас смена, 50 человек. Вот столько пакетов. Делили, получается, если получается, 32, хорошо. Если не получается, все, хана. Вот, что делать? Домой! У тех, у кого много убирштундов, надо их отправить домой. Люди уходили домой. И получается, вместо того, чтобы на каждого равномерно распределить работу, нет. И еще пытались этим малым количеством людей как можно быстрее все это сделать, если есть тоже возможность, домой отпустить, чтобы хотя бы один час экономить, чтобы не было вот это вот, не висело выполнение плана. Представляете? Вот. У нас те, которые исполняли обязанности каких-то там бригадиров, там, шиклеайтеров или их помощников, они отрабатывали свои там положенные 10 часов или 12, то, что, да, можно было. Потом шли, отбивались и дальше работали бесплатно. Это просто, это дурдом какой-то. Конечно, люди от этого начали часто болеть. Они болеют не просто, допустим, какой-то там физической болезнью, да, там, со спиной связанной или еще что-то. Они просто, они были выжатые как лимон. Они не могли дальше просто-напросто работать. У них аллергия образовывалась, в кавычках, на вот эту работу. Им уже невозможно было, не хотелось идти, потому что это как каторга какая-то. И это начало происходить повсеместно. И оно сейчас распространяется по всему миру. И то, что мы сейчас видим, это именно халатность, которая идет... Нет, те условия, которые создаются именно сверху. Халатность, это уже непосредственно, да, вот принимает, допустим, человек такое решение. Но его к этому никто не подталкивает. Но в то же время, в то же время, вот этот вот темп, да, когда ты чувствуешь, что надо там быстро делать. Потому что это не только от вашей работы зависит. Я приезжаю, допустим, смотрю то, что происходит в обыкновенном продуктовом магазине, да, обыкновенном, там, Lidl, Aldi. Да они собачатся, эти метарбайтеры, друг с другом. Кто что там больше сделал, да. Они бегают по этому... По залу, да. У них постоянно кислые морды. А почему? Потому что убрали лишних рабочих. И они, если раньше их там было, я не знаю, по 10 человек, да, каждый потихоньку занимался, то сейчас там нет этих людей. Там меньше. И они должны все выполнять. И раньше приходите, и позже уходите, и все делают. И они на кассе не хотят сидеть. Или, допустим, кто-то не хочет в зале работать. И вы просто-напросто это видите. Приходите в этот McDonald's, они не успевают столы вытирать. Они носятся, там, не знаю, молодых наберут, которые еще, знаете, не думают. Но они тоже не задерживаются. Потому что работа тяжелая, да. Закрутили уже настолько, что просто-напросто вот эти вот случаи, это будет происходить постоянно. Пока существует вот такая вот система. Ее надо ослаблять, чтобы было достаточно рабочих, чтобы можно было выполнять. Вот, допустим, по себе, да, в смену. Я сейчас ушел на больничный с плечом. Но, вот мы во второй смене работали вчетвером. Когда мы работаем вчетвером, выполняем большой объем работы. Как только одного нету, все уже проблематично. Сделать, допустим, мойку, загрузить машины, вывезти готовые контейнера, которые скапливаются за целый день. Вот, или еще что-нибудь. Четверо, нормально. Трое, это уже напряжено. Хуже всего, когда, допустим, двое остается. Тогда вообще никто ничего не успевает. Машины стоят, простаивают подолго. Вот, и ты работаешь, работаешь, а штат увеличивать не хотят. Вот, хотя бы, чтобы, допустим, были какие-то там подменные рабочие. На другую, другие места не идут, потому что очень тяжело. Кстати, на нашей фирме тоже были, сейчас на которой работают, тоже были смертельные случаи. И тоже, знаете, непонятно. Конечно же, всегда фирма пытается переложить ответственность. Вот, и на, именно на рабочих. И, соответственно, вы начинаете, проходите ежегодно, так называемый шулинг. Вы читаете толстенные эти папки, где собраны вот эти правила, и подписываетесь под каждым пунктом. Вот, и получается, если вы что-то нарушили, то это только по собственной инициативе. Вас предупредили. Вы прошли этот шулинг, вы расписались. Вот ваша роспись. Если вдруг с вами что-то случится, да, вы будете там торопиться. Вот, это ваша роспись. Вот. Но, с другой стороны, есть у людей такое чувство, что если они вот что-то не сделают, их уволят. Вот. Это чувство, гнетущее чувство, оно у многих-многих рабочих, оно присутствует. Да, те времена, когда, я не знаю, можно было там спокойно попить кофейку, пойти или еще что-нибудь, эти времена все уже прошли. Сейчас хотят, чтобы вы 8 часов работали, и не только работали, а пахали, я не знаю, как папа Карла. Вот. чтобы болели, и в то же время были на работе. Ну, вот я, допустим, один из таких, да, за, я не знаю, за последние полтора года, это вот первый раз. И то я, и впервые я пошел на больничный с плечом, завтра у меня термин к врачу. Так, дочка одна идет, ее подружки. Нет, в общем, как-то так, друзья. Вот. Это, конечно, ужасно. Если также вспоминать о каких-нибудь таких случаях, которые произошли, вспомните, казанский рейс, непонятно, там летчик был какой-то полупьяный, а когда летчик, командир корабля, на свое место посадил сына с дочкой. Дочка отсидела нормально, сел, снял автопилот, и самолет вошел в штопор, и все, и так и не вышел, разбились. А летевшие из Донецка, аэропорт Санкт-Петербург, Пуковские авиалинии, тоже по настоянию командира корабля, они решили сэкономить топливо и перелететь грозу, но ихнего потолка не хватило. И знал же командир корабля, что этого делать нельзя, подниматься на такую высоту, потому что самолет там становится менее управляемым, чем, допустим, ниже, хотя и потолок у этого самолета очень высокий. Не помогло, разбились, как следствие трагедия. В общем, а почему? Потому что получает выговор за то, что топливо не экономят. А как боялся пилот, разбившийся самолета президентского, польского, под Смоленском. Потому что шеф может высказать какое-то негативное мнение по этому поводу. И все. И вот так вот все приводит к трагедии. На этом все, друзья. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok